Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал, объявил однажды советский поэт Павел Коган. Игорь Шелковский родился через год после этого стиха, и стихию его как будто впитал. Стал художником, и весь этот мир изобразил невыносимо угловатым. Тот, кто придет на выставку его работ, поймет, что он ставит во главу угла. Кроме того, в нашей программе о привилегированном положении российского театра в будущем году. О том, какая жизнь предстоит ему в будущем году, который объявлен годом театра. И о начале такой жизни театра, торжественно объявленного Ярославля, в присутствии главы государства. О том, как музей расстается с шедевром, но верит в то, что он вернется. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина не оставляет надежды на приобретение картины Тициана, Венеры и Адонис, время экспонирования которой, увы, истекает. О путешествии, которое почти 200 лет не могло завершиться, но завершилось, наконец, по воле итальянского режиссера Дамиано Микелетто. Оперу России «Непутешествие» в Реймс он приблизил к нам сегодняшним вплотную. В Большом театре отыграли премьеру. Об этих и некоторых других событиях расскажем вам подробно сейчас, воскресным вечером. Здравствуйте. По многолетней традиции в декабре проводится заседание Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Председательствует глава государства. Очередное заседание Совета состоялось накануне в Петербурге, в Константиновском дворце, в государственном комплексе Дворец Конгрессов. Ожидаемой повесткой дня стало формирование и реализация национальной программы «Культура» вплоть до 2024 года. Нынешнее заседание Совета по культуре и искусству посвятили формированию и реализации национальной программы в сфере культуры. Огромную роль, по словам Владимира Путина, будет играть появление культурного пространства, интересного как для россиян, так и для граждан всего мира. Особое внимание созданию в крупных городах больших культурных кластеров. Города, где появятся первые кластеры, уже определены. Это Владивосток, Кемерово, Калининград и Севастополь. Также выбраны творческие вузы, музеи, театры, которые там будут представлены. Глава государства призвал не затягивать с запуском этих проектов и использовать при их реализации лучшие отечественные и зарубежные наработки. Например, в части музейно-выставочной деятельности президент предложил опереться на успешный опыт государственного Эрмитажа, который уже многие годы реализует программу своего присутствия в российских регионах. Создание филиалов федеральных музеев, театров и вузов не снимает задачу поддержки развития аналогичных учреждений местного или регионального уровня. Они не должны, безусловно, чувствовать себя бедными родственниками и уж тем более недопустимо их сокращение. Особое место в проекте национальной программы отведено формированию в регионах культурно-досуговых организаций клубного типа, развитию сети региональных и муниципальных библиотек. Также на заседании шла речь о проблемах сохранения объектов исторической застройки и памятников. Десять лет назад значительную часть полномочий в этой сфере передали в регионы. Если мы передали и полномочия, и собственность, то мы вполне имеем право спросить, а более того даже, где это исполняется недолжным образом, эти полномочия там можно изъять. Режиссер Андрей Кончаловский на заседании говорил о приоритетах в области культуры. В частности, предложил выделить из фонда кино отдельную статью бюджета для поддержки детского кинематографа. Также Кончаловский предложил присуждать театрам государственную премию. Важно говорить о театре сегодня. И мне кажется, что было бы замечательно, если бы год театра изнамялся тем, чтобы была учреждена государственная премия по театру. Пианист Денис Мацуев предложил приобрести имение в Швейцарии «Синар», где творил Сергей Рахманинов, а также возродить музыкальный конкурс имени великого композитора. Его сейчас не существует. В общем, расширить его до трёх специальностей, в которых был велик абсолютно одинаково Сергей Васильевич. Это не только пианисты, но и дирижёры, и композиторы, которые нам очень нужны. После заседания Владимир Путин и члены Совета переместились в Большой зал Санкт-Петербургской филармонии на гала-концерт, посвящённый юбилею Юрия Тимирканова. 10 декабря знаменитому дирижёру исполнилось 80 лет. Глава государства поздравил маэстро с юбилеем, а со сцены прозвучало музыкальное поздравление от коллег, друзей и просто поклонников таланта юбиляра. Юлия Кондрякова, Ольга Енина, Новости культуры. Наступающий 2019 год – год театра. И о начале его действия было объявлено торжественно уже на этой неделе. Торжественно в Ярославле, где 268 лет назад родился отечественный профессиональный театр. Театральные деятели с годом театра связывают многое. Не только рост внимания к этому виду искусства, но и шансы решить множество острых проблем театральной жизни. По словам Александра Калягина, год театра должен стать только толчком к дальнейшему развитию, рассчитанному не на один год. Год театра стартовал по всей стране. Церемония открытия состоялась в Ярославском театре драмы имени Фёдора Волкова. Первом в России профессиональном общедоступном театре. На церемонию собрались режиссёры, актёры, директоры и художественные руководители. Театры из разных регионов страны. Театр — это сегодня нечто безусловное, чем мы можем гордиться на мировом уровне. И разнообразием театра. Такого разнообразия театров, как в России сегодня, нет нигде. Поверьте мне. Год театра поможет привлечь к этому виду искусства глобальное внимание. А это — возможность решить актуальные проблемы. Очень важно, чтобы театр вернули творцам, чтобы менеджеры ушли на второй план и занимались исключительно хозяйством, гастролями, вернее, организацией. А всё остальное должны делать творцы, как это было во все лучшие времена золотого века расцвета театра. Ключевым международным событием станет театральная олимпиада с центром в Санкт-Петербурге. Проводить её будет художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. То, что мы сейчас задумываем по олимпиаде, что даже некоторые иностранные коллективы у нас в регионы поедут, тоже. Хорошая вещь. Я думаю, это интересно. Будут молодые спектакли, молодёжные, такие с небольшим, таким негромоздким оформлением. Мы предполагаем, что два в три театральных города России мы их повезём. С марта по ноябрь 2019-го пройдёт Всероссийский театральный марафон, который охватит всю страну. Развитие театра в регионах, поддержка местных трупп и гастрольных проектов – важнейшие задачи. Театр готов принять участие в расширении зрительской аудитории. То есть ездить по маленьким городам, даже, может быть, по селам, где театра не было никогда. Мы подготовили специальную программу на небольшое количество артистов, для того, чтобы реально посещать больницы, детские дома, маленькие города. То есть расширить аудиторию нашу серьёзно. С приветственным словом на церемонии открытия выступил президент России Владимир Путин. Я очень рассчитываю на то, что год театра в России, он даст не только толчок в развитии театрального дела, он поможет деятелям театра укрепить свои позиции в нашей стране, заявить их ещё раз во всём мире. И, конечно, даст возможность любителям театрального искусства в России насладиться тем творчеством, которое готовы презентовать нашему народу деятелям театрального искусства. Поздравляю вас с началом года театра в России. Открылся год театра спектаклем-концертом об истории театрального искусства от скоморохов до наших дней. Организаторы назвали это сказочное представление своеобразным путешествием во времени, в котором участвовали представители разных жанров театрального искусства. Среди них и народные артисты. Сверхосельева, Светлана Захарова, Александр Калягин. Я счастлив поздравить всех нас с наступившим годом театра. Вперёд! Яна Мирой, Елена Хвостова, Дмитрий Яковлев, Павел Хатунцев, Новости культуры, Ярославль. 11 декабря исполнилось 100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына. Юбилей активно отмечается весь этот год. Масса событий посвящена ему, его произведениям, памяти о его жизни, его деятельности, не только литературной. На улице Солженицына в Москве, недалеко от дома русского зарубежья, его же имени, в день его рождения был открыт памятник. В церемонии участвовал глава государства. Материал памятника – бронза. Постамент гранитный. На нём изображены Матрёна из рассказа «Матрёнин двора» и Иван Денисович Шухов из лагерной повести «Один день Ивана Денисовича». Автор, скульптор Андрей Ковальчук говорит, что давно и много размышлял о личности Александра Солженицына. И что главной задачей считал создание образа гражданина, посвятившего свою жизнь служению Родине. Хорошо помню все наши встречи с Александром Исаевичем. Его мудрость, взвешенность, глубокое понимание истории. Его сердце, душа, раздумья были наполнены одновременно и болью за Отечество, и безграничной любовью к нему. Эти чувства двигали всё его творчество. Он чётко разделял подлинную, настоящую, народную Россию и особенности тоталитарной системы, которая принесла страдания и тяжёлые испытания для миллионов людей. И будучи в изгнании, Александр Исаевич никому не позволял пренебрежительно зло говорить о своей Родине. Противостоял любым проявлениям русофобии. Александр Исаевич сказал в 70-х годах. Под моими ногами всю мою жизнь земля Отечества. Только её боль я слышу, только о ней пишу. Потом его изгнали из страны, но разлучить с Отечеством не смогли. Когда стало можно вернуться, он вернулся. И теперь, после его смерти, то при жизни под его ногами была земля Отечества. И вот тоже он крепко встал, не свернёшь. Александр Солженицын – одна из тех сложных фигур, которые и после ухода из жизни не дают застояться обществу, продуктом которого сами являлись. На таких, как он, продолжают ссылаться. На тексты, на суждения, на поступки. Разумеется, в юбилейные дни общество в очередной раз осмысливает его влияние на жизнь страны, на жизнь конкретных людей. В их числе народный артист России Евгений Миронов. Так он вспоминает о встрече с Александром Солженицыным. Был звонок от Александра Савича с тем, что я стал лауреатом премии Солженицына. И, честно говоря, по-моему, актёр впервые награждался. Обычно это писатели. Ну, конечно, это был шок для меня, что мне позвонил сам Александр Савич. Шок от того, что он вообще посмотрел мою работу, нашу работу. Александр Савич посоветовал, как я понимаю, Панфилову взять на главную роль, на роль Нержина, вот меня, в «Круге первом». Это не ад. В ад мы едем. В ад мы возвращаемся. А шарашка – это высший, лучший, первый круг ада. Персонаж, которого я играл, Глеб Нержин, он ещё, так сказать, до ГУЛАГа. Я никак не мог понять, вот с человеческой какой-то психологией нормального человека, как может человек идти на смерть. Ну, есть же какие-то защитные функции организма. Он работает в шарашке, там много работало. У него коллег, друзей. Он решил пойти до конца, он решил пойти вот просто, ну, на смерть. Вот как это? Здрасте. Дальше тогда уже я захотел, конечно же, повидаться. И я ехал туда не для открытия истины и правды мира. Я ехал как артист, которому нужно было сыграть практически его. Я ехал с очень острыми вопросами. Мне было необходимо понять то-то, то-то, то-то. У меня были все пункты. Достаточно глупо это, наверное, выглядело. А потому что я очень банально купил бутылку шампанского и какой-то тортик. И спутал ворота. Потому что я подъехал к воротам великого русского писателя. Ворота так ворота. И понял, что ни один звонок не работает. И оказалось, что это бывшая дача Касьянова. А рядом, когда я в жизни бы не подумал, что эта дача Служеницына стоит. И, честно говоря, без всякого кодов, там, замкаешь. Просто открыл. Вот так вот. Вот так вот я сделал. И эти ворота. И открылись. И я вошел. Ну и все. А дальше Александр Александрович, видя мое смущение, сказал, с удовольствием выпью сейчас шампанского. Я так давно не пил. И я, так сказать, моя репутация была спасена. Мы сидели и говорили про вообще, что такое творчество, что это каждая роль должна быть поступком для меня. Я тоже так смотрю на мир. И так я выражаюсь. Вот я выражаюсь способом не книги, а в данном случае фильм или спектакль. Он сказал фразу, что все-таки, конечно, надо по возможности каждый день поступком отпечатывать свой жизненный путь. Поступком отпечатывать. Вот он так и жил. Он бил в одну точку о том, что мы пошли вообще не тем путем. Не коротким, вернее, а длинным. Пусть даже так. Поскольку он так любил эту страну. Он так любил этот народ. Что он прям начертил все эти камни, которые подводные нам встретятся. И как их обойти. Александр Александрович бился всю свою жизнь. Вот Солженицын в своей этой речи Нобелевской он говорит о том, что поднимаясь по этим ступеням на сцену получать Нобелевскую, премию я как бы чувствую, сколько ступеней, под которыми лежат тысячи, десятки, сотни, миллионы людей, которые меня делегировали. Я говорю, конечно же, не от себя, а от их имени. Но очень многое потом в этой Нобелевской речи своей, я очень многое, я ее прочитал потом уже позднее. И буду читать часть из этой речи вот на вечере, посвященном Александру Саичу. Александр Трифонович, спасибо еще раз большое. Здесь исключительно сердечное письмо. Я надеюсь, даже и до той поры, когда в свою очередь смогу сделать что-нибудь полезное для вас. Будьте здоровы, благополучны, трудитесь успешно. До скорой встречи. Ваш А. Солженицын. Это был фрагмент спектакля-концерта «Ваш А. Солженицын», который прошел в МХТ имени Чехова в день юбилея. Смотрите его целиком на нашем телеканале, сразу после окончания нашей программы. Большой театр при поддержке Банка ВТБ и совместно с оперными театрами нидерландским, датским и австралийским создал спектакль «Путешествие в Реймс» на исторической сцене театра опера Джоакино Рассини. Государственный заказ, поступивший композитору и либратисту в 1825 году по случаю коронации французского короля Карла X. Заказ выполненный ими добросовестно и весело, и, как видно, без серьезного расчета на долговечность произведения. Одноразовая опера, грубо говоря, она быстро сошла со сцены. Но жадный до экспериментов 20-й век, его последняя четверть, не дала сочинению кануть в лету. «Путешествие в Реймс» уже 35-й год путешествует по театрам мира. Спектакль в Большом театре – это яркий образец режиссерской оперы. Постановщик Дамьяно Микелетто и художник Пауло Фонтин преодолели единственный заметный недостаток путешествия в Реймс – отсутствие сюжета с развитием. Ведь либретто предельно элементарное. Полтора десятка аристократов со всей Европы застряли в гостинице на пути в Реймс на коронацию и делятся своими переживаниями. На коронацию они так и не попали, но перспектива оказаться на торжествах в Париже их воодушевляет. И еще раз звучат полтора десятка вокальных номеров. Каждый исполняет посвящение новому королю. Вот и вся картина. Микелетто и Фонтино хорошенько ее преобразили и усложнили. Все происходит в современном музее. Путешествующие аристократы – это ожившие персонажи картины Франсуа Жерара, на которой как раз изображена коронация Карла X. Они в нее стремятся. И они в нее попадают. А помогают им в этом многочисленные сотрудники музея. ПОЗИТИНЫЕ 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 ПОЗИТ заставляя их работать на современность. Опера особенно податлива. Музыка хороша сама по себе. Туган Сохев с оркестром Большого театра продемонстрировал и это. Музыка хороша во все времена и совершенно не препятствует фантазии постановщиков. А Дамиана Микелета фантазирует иногда необузданно. Сцены изнасилования в опере Вильгельмтель, того же Россини, он шокировал публику лондонского Ковендгарден. А Бал Маскарад Верди в Театре Болонии преподнется в виде губернаторских выборов в американском штате Массачусетс. Беседовали с ним внутри финальной декорации спектакля. Лет 10 назад мне довелось увидеть путешествие в Реймс, действие которого происходит на во рту самолета. Рейс, который был задержан, поэтому все происходило, все нервничали. Француженка иранского происхождения режиссер. Была еще больница на фестивале Моцарта, кажется. Но это ожидаемо. В либретто курорт, больница, это понятно. У вас музей. Это неожиданно. Как можно объяснить ваш выбор? Эта идея родилась, когда я изучил, как коронация Карла X отражена в изобразительном искусстве. Я увидел эту картину Франсуа Жерара и решил, что она будет финальной точкой спектакля, его итоговым событием для всех персонажей. Ведь персонажи стремятся в Реймс, на коронацию. Поэтому у нас они стремятся к этому произведению живописи. И путь их пролегает, естественно, через другие произведения живописи. Так родилась идея перенести события в музей. А музей – это ведь то место, где могут встретиться персонажи картин и служители музея. Древность и современность. Набор картин, репродукций, которые вы используете по ходу действия – Пикассо, Ван Гог, Джорджоне, их много. Этот набор случайный или за этим что-то стоит? В какой-то момент персонажи исторических картин вступают в конфликт с персонажами картин современных. Вот это важно, а не то, какой набор. В какой-то момент исторические персонажи вытесняются, а Пикассо и Кит Харинг царствуют на сцене. Это вопрос философский о том, кому принадлежит современный музей, кто имеет больше прав на существование в нем. Я даже ставлю вопрос шире, как вопрос о взаимоотношении изобразительного искусства и жизни. И сам спектакль несколько раз подводит к этому. Лорд Сидней, к примеру, становится реставратором, влюбляется в картину и уже не может понять, где реальность, а где жизнь. Мне приходилось читать и слышать, что путешествие в Реймс – это превосходная площадка для демонстрации вокальных возможностей артистов. Только и всего. У каждого свой номер, и мы это слышали. Но якобы именно в этом причина того, что этот спектакль в репертуарах театров не задерживается. Вы тоже так думаете? Да, эта опера – это действительно серия виртуозных номеров. Я, признаться, в начале работы чувствовал себя в некотором творческом кризисе, пока не придумал как раз вот эту линию музейную, художественную. Сразу появились мотивировки, связи характеров. Всё то, что изнутри наполнило музыку новой историей. Ваша встреча несколько дней назад здесь, в Большом театре, посвященная Россине, была заглавлена. Он вечно тот же, вечно новый. Это Россине. Но это Пушкин о нём сказал 200 лет назад. В чём же сегодня его новизна? Дело не столько в новизне, сколько в качественном воплощении репертуара, будь то Россине, Деницетти, Вагнер. Режиссёр должен показать разные ракурсы, которые можно увидеть у этих авторов. Вот музыка Россине. Она полна комизма. Важно это подчеркнуть и тронуть зрителя. Сделать так, как это было во время Россине, который написал, в частности, венецианские фарсы, специально для венецианского карнавала. У его музыки искрящийся, радостный характер. Я знаю, вы учились в школе драматического искусства, в Милане, если не ошибаюсь. Занимались литературой. То есть вы нацеливались на работу в театре слова. Чем же вас так увлекла опера, в которой слово, мягко говоря, далеко не самое важное? Пошло как-то, само собой. Я не стажировался. Я никогда не работал на постановках ассистентом у какого-нибудь из великих режиссёров. И вы знаете, в этом есть свои плюсы. Я учусь только на собственных ошибках. Я собственным опытом пробил себе эту дорогу. А в драматический материал я часто и с удовольствием погружаюсь. Для меня важна связь с текстом. Она подчёркивает внутренние традиции театра. Меня это вдохновляет. Спасибо. Грация. Спасибо. Отметились итальянцы на этой неделе в Москве и в драматическом театре. Сегодня в театре имени Моссовета завершаются гастроли Стабили Дальвенейту. Венецианского театра, когда-то носившего имя Карло Гальдони. В Москву привезли Кьоджинские перепалки. Искрометную пьесу Гальдони, которая превращена в многофигурную живописную фреску. Это вполне в духе Гальдони, ведь о нём говорили, что его театр похож на большую людную ярмарку, где встречаешь людей всякого сословия. Последователи самого знаменитого драматурга Венеции Карло Гальдони. Театр Стабили Дальвенето – старейший венецианский театр. Ему почти четыре сотни лет. Посмотреть на актёрское мастерство с многолетней историей, туда стекаются не только туристы, но и зрители со всей Италии. В 18 веке Карло Гальдони лично руководил театральной труппой на протяжении десяти лет. Не сошёлся характером с директором и отправился в Париж. Но вскоре театр стал носить имя великого драматурга и поставил все его пьесы. Ставить Гальдони всегда очень трудно, потому что у него широкая гамма эмоций, мыслей, приёмов. Он и заставляет смеяться, и заставляет думать. Это один из крупнейших драматургов в мировом масштабе. И поэтому при постановке с ним всегда возникают трудности. Кьёджинские перепалки – последняя пьеса Гальдони, сыгранная при его жизни в Италии, перед эмиграцией во Францию. За последний век в театре её ставят второй раз. Микела Мартини в труппе уже 40 лет. Играла ещё в той первой постановке. 30 лет назад я играла главную героиню Лючетту, молодую девушку, с которой и начинается вся интрига. Именно с её перепалки с женихом всё и начинается. Я очень любила свою первую героиню, потому что там молодость, любовь, страсти. Сейчас я играю её старшую родственницу. Это уже не тот персонаж, который заводит зал, вызывает смех. Но она сопереживает той девочке, которой я была 30 лет назад. Лючетта, угостившись у лодочника Тоффало кусочком печёной тыквы, вызывает ревность своего жениха, который ничего не видел, а только слышал от многочисленных женщин. Донны Паскуа, Донны Либеры, Арсетты и Кекки. Любящая пара на грани разрыва, а броницей ругается полгорода Кьёджа. Все мужские персонажи, на мой взгляд, в этом спектакле играют пассивную роль. Активную роль играют женщины. Потом как бы по сюжету мужчины решают, но на самом деле ничего они не решают. Решают всё женщины. Конечно, это близко к той жизни, которая была 200 лет назад. А если посмотреть сейчас, решают ли всё женщины. Да, конечно, и сейчас это тоже актуально. Кьёджинские перепалки – комедия, основанная на реальных событиях. Карло Гальдони – юрист по образованию. Был командирован в город Кьёджу на помощь судье. Выслушивал свидетелей, разбирался в конфликтах. Свою роль перенёс и на сцену. Ваше имя? Тоффало. А прозвище у вас есть? Туфля. Точно Туфля, а не башмак? Моего персонажа не зовут Карло Гальдони. Но он действительно помощник судьи и прислан из Венеции. Это альтер-эго автора. Кьёджи – особый город, который привлёк внимание Гальдони именно тем, что люди там всё время ссорятся и всё время в чём-то разбираются. И ничего в этом смысле не изменилось. Кьёджи он и есть Кьёджа. И до сих пор сплетничает и разбирается со своими перепалками. Воздушные декорации, свет – всё это должно создать на сцене лёгкость, как говорит президент театра Стабили Дель Винетто, Жан-Пьер Бельтотто, показать, какова на самом деле жизнь в Италии, что такое итальянский стиль. Анастасия Егорова, Михаил Жульков, Новости культуры. Игорь Сергеевич Шелковский – художник-скульптор с богатой судьбой, типичный для советского неофициала, во всём, включая миграцию на Запад. Он близок ко всем московским концептуалистам, к детям соцарта – Кабакову, Булатову, Чайкову. Но отнести его к этим направлениям вряд ли будет корректно. О нём чаще пишут так – сочетает традиции русского авангарда и иронический концептуалистский подход. Действительно иронический. Концептуалисты пытались извлечь из искусства социальное звучание. А Шелковский вталкивал всё социальное обратно в искусство. До сих пор его занимают не взаимоотношения индивида и общества, а взаимоотношения плоскости и пространства. Это видно отчётливо в галерее «Палисандр» на его очередной московской выставке. Они стали частыми в последние годы. Игоря Шелковского называют самым скромным художником из круга московских концептуалистов. И не только в силу его характера и поведения, но и потому, что много лет он занимался тем, что открывал западному миру имена своих коллег. Советских неофициальных художников. Легендарный журнал «А я» издавался в Париже, куда в 76-м эмигрировал Шелковский. Самопиару он предпочёл продвижение. Идеи московского концептуализма на мировую художественную сцену. Безвозмездно печатались на свои сбережения. Во Франции мне звонят и говорят, где можно купить скульптуру Орлова. Я говорю, поезжайте в Москву, и я ничем не торгую. Потому что на Западе привыкли, что если журнал издаёт, печатает каких-то художников, то он же их и продаёт. Вот это всегда параллельные. Но я ничего не продавал. Шелковский никогда не переставал заниматься своим искусством. Хоть и говорит, что времени издательская деятельность много отобрала. Его работы чаще из металла и дерева. Ироничны, изящны и просты. Художник не эпатирует, не повергает в шок, не грузит публику заумными концепциями. У его искусства другие задачи. Я люблю такое позитивное искусство, яркий цвет. Во Франции в одно время была такая реклама, везде развешивалась, что жизнь слишком коротка, чтобы одеваться грустно. То есть одеваться в серое. Шелковского часто можно увидеть на выставках молодых современных художников. За тенденциями следит. Любит открывать новые пространства. Готов и в Третьяковке свои работы показать, и в молодой, ещё не очень популярной галерее. В метро Игорь Шелковский не играет. Хвалебные оды в свою честь не любит. С одной стороны, интересно и любопытно. С другой стороны, я не очень обращаю внимания на то, что говорят. Да. Ну, говорят тоже вещи довольно такие простые. То есть хвалят, а я не люблю, когда меня хвалят слишком. А когда ругают? Ругают всегда интереснее. Почему ругают? Да, да. Но на этой выставке критики художник снова не дождался. Публика была единодушна. Хотя мы видим грубые формы металла с ржавчиной, но всё это сделано очень изысканно, ювелирно. Такое сочетание строгости и нежности. Это взгляд художника на мир, который, с одной стороны, очень угловатый такой, колючий, жёсткий, но и хрупкий одновременно. Энергетика и какой-то эмоциональный заряд каждой представленной работы, он очень сильный, и он как-то влияет, впечатляет. В экспозиции как новые, так и хорошо известные работы Шелковского публика может пристать и переизданные выпуски легендарного журнала «А я». Правда, ни в одной статье не найти упоминания об идеологе, художнике Игоре Шелковском. Это была его принципиальная позиция. Своё решение он объяснял так. Публиковать себя всё равно, что положить общественные деньги в карман. Станислав Дурея, Дарья Турусова, Павел Кратаев, Александр Подкоха. Новости культура. Венера и Адонис. Полотно кисти Тициана Вечеллио. Сегодня находится в экспозиции Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Завтра картину снимут и упакуют. Послезавтра она покинет музей, поскольку ему не принадлежит. А могла бы принадлежать, поскольку был такой уговор с её владельцем. Уговор, но не договор. На этой неделе и сожаление, и надежда относительно этой картины достигли наибольшей силы. Картина «Венера и Адонис» была приобретена в 2005 году её нынешним владельцем в Петербурге, куда она попала после парижского аукциона. Приобретена как копия хорошо известного полотна из коллекции Мадридского музея Прадо. Владелец попросил Викторию Маркову, крупнейшего специалиста по итальянской живописи, ныне главного научного сотрудника музея имени Пушкина, осмотреть картину. И та, увидев полотно, мгновенно определила его подлинность. А авторство Тициана позже подтвердилось и было настолько очевидным, что музей Прадо признал вторичность своей версии. Таким образом, музей имени Пушкина квалифицированно атрибутировал картину. Музей имени Пушкина организовал её реставрацию руками венецианских мастеров, специалистов по полотнам Тициана. Музей имени Пушкина принял её в прошлом году на выставку Тициан Тинторенто Веронезе, разместив её среди признанных шедевров и снабдив необходимыми научными атрибутами. Музей имени Пушкин оставил её потом в постоянной экспозиции, продолжая верить обещанию владельца продать картину музея. Но он всё никак не подтверждал обещания. До минувшей пятницы даже не выходил на связь. В пятницу вышел и сообщил, что он готов начать переговоры, но не раньше, чем через пару недель. С Викторией Эммануиловной Марковой мы обсудили ситуацию. 13 лет назад Владимир Лагвиненко купил эту картину, вы её отрабутировали для него как Тициана. И в каком-то интервью вы говорили, что он неоднократно предлагал вам её взять в экспозицию музея, но вы отказывались. Музей отказывался, кстати, почему? Ну, вы знаете, я могу сказать, что я отказывалась. Представьте себе, вот появляется просто картина из частного собрания в музее. Ведь мы понимаем прекрасно, что пребывание в музейной экспозиции уже огромная, как бы, бонус для картины. Это сразу повышает её уровень, какой угодно. Выигрыш для её владельца. Да, картины, которые принадлежат частному владельцу. И появление её должно быть чем-то обоснованным, чем-то оправданным. Не просто вот вчера её не было, сегодня она появилась. У нас этот повод появился... Когда выставка. Когда была выставка в прошлом году. И так совпало, что у нас действительно возникли трудности с количеством и качеством картин Тициана. Нам просто отказало у Фитца в одной картине. Отказал город Тревизу в другой картине, которая там в соборе находится. И мы оставались вот в таком случае... Что у нас? Одна картина всего Тициана. На каких условиях эта картина была передана фондом классика? Есть какие-то зацепки, которые позволяют утверждать, что картина должна быть продана музею? Вы знаете, нет. Это вообще всё вопрос, насколько я понимаю, таких вот джентльменских соглашений. Такого, ну, как сказать... Такие, наверное, такие понятия морального уровня. Во время нашей встречи я начала рассказывать о том, что у нас будет выставка. И в это время мне было сказано, а может быть взять вот эту картину, можно её представить. Мы готовы её взять. Это тот самый случай, когда жест музея тоже будет абсолютно понятным и оправданным. Это тот случай, когда картина появится в своём окружении. Это очень важно. А для владельца музейное признание картины повышает его цену. И вы представляете, вот если она просто появляется в экспозиции, то она ведь, как правило, не сопровождается никакой публикацией отдельной, специальной. В данном случае это большая нотация в каталоге. Это её публикация в каталоге выставки среди других признанных, приехавших из-за рубежа, работ других художников Тициана и его современников. Владелец это всё получил и теперь говорит спасибо, до свидания. Так это выглядит? Ну, мы ничего здесь не можем сделать. Что касается нас, то мы сделали всё, что могли. Мы нашли спонсора. И они готовы платить любую цену? Это вопрос переговоров. Такой человек есть? И даже в какой-то момент ко мне пришли и сказали, есть ещё один человек, да? Есть возможность. Насколько я понимаю и знаю судьбы картин Тициана на аукционах последних лет. Я знаю прекрасно цены на разные картины. Я знаю, как эти картины отличаются друг от друга. Когда картины с подписями, прекрасным провинансом, со списком литературы, с выставками не получали очень больших цен. Ведь аукцион – это игра, аукцион – это случай. И мы должны это понимать. Иногда это воспринимают, аукционную цену, как нечто объективное и незыблемое. То есть вы хотите сказать, что цена – это не камень преткновения сейчас в этой истории? Нет, абсолютно. Не цена? Она зависит, ведь она случайна, она зависит от очень многих обстоятельств. Я уверен, и это я могу сказать с уверенностью, что шанс продать музею для владельцев является бесценным шансом, неоценимым. Картина без определенного провинанса для аукциона всегда большой минус. Вот в чем дело. Есть и другие минусы. Она ведь в конкуренции с прадовской картиной. И это надо тоже понимать. Они сопоставляются. Ну, понадеемся на дружеское согласие. Время еще есть. Спасибо. Вы знаете, да, вот, пожалуй, надежда у нас еще есть. Это я могу подтвердить точно. Надежду мы не теряем. И мы столько в это вложили и знания, и чувства, и переживания, и так далее, что, конечно, мы не имеем права терять надежду. И завершая программу, отметим событие, достаточно редкое, чтобы не оставлять его без внимания. В Большом зале столичной консерватории пела Аида Гарифулина, которая на родине бывает нечасто. Играл симфонический оркестр Татарстана под управлением Александра Сладковского. Певица и дирижер планировали это совместное выступление три года. Но занятость обоих сделала его возможным только теперь. Репетиция начинается с татарской народной песни «Аль-Люки». Она вошла в альбом Аида Гарифулина, и она же в программе всех российских концертов этого гастрольного тура. Певица, которую Пласида Доминго назвал одной из самых потрясающих оперных диф настоящего и будущего, практически не выступает в России. И сольную программу в Москве она представила впервые полтора года назад. Тогда был единственный концерт. На этот раз тоже всего лишь вечер. Я знаю, что мои поклонники где-то даже негодовали, задавались вопросами, почему же так редко приезжаю в Россию. И, конечно же, это мой долг перед моими поклонниками. И я безумно рада, что я смогла найти время. Маэстро Сладковский нашел время. С 2010 года так или иначе мы думали, как бы это все осуществить. И вот она росла, и мы росли. Мы примерно были на одной волне все эти годы. И вот в 2018 году мы так совершенно дивно совпали. Свой гастрольный тур певица начала с родного города, Казани, где выступила с той же программой. Над ней работали до последнего момента, утвердили только неделю назад. Оперная классика и любимые арии певицы, которых могло бы быть намного больше. Тогда концерт получился часов пять, наверное. Если мои поклонники готовы так долго нас слушать, тогда с удовольствием. После Москвы Аида Гарифулина снова отправится в Татарстан, в Альметьевск. Затем даст концерт в Санкт-Петербурге с маэстро Гергевым. Ну а после певицу ждет дебют в Нью-Йорке, в Метрополитен-Опера. Аня Галинская, Александр Садольский, Новости культуры. Было в эти дни, что посмотреть, кого послушать, о чем подумать. Увидимся через неделю, продолжим разговор. Будьте здоровы.